Дай почитать. И никому не интересно. Писатель живет в своем мире, читатель в своем, ну а литературный критик промышляет как может. Но не будем делать громких обобщающих выводов. Все так, но и не совсем так. Есть хорошо известные литературные критики и книги, завидные регулярностью пишущие и публикующиеся, и с лекциями выступающие, и членами жюри литературных премий, являющиеся и печатающиеся на страницах различных журналов. К таким любимцам фортуны, безусловно, относится Лев Данилкин. Российский журналист, писатель и литературный критик. С 2000 по 2014 годы вел рубрику книги со Львом Данилкиным в журнале «Афишен». Работал шеф-редактором журнала «Плейбой», литературным обозревателем газеты «Ведомости». Из самых известных его книг по критике – это книги-обзоры за год по современной русской литературе, круговые объезды по кишкам нищего и нумерация с хвоста. А также биографические исследования «Человек с яйцом» об Александре Проханове, Юрий Гагарин в серии «Жизел» и в 2017 году книга «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». Но мне бы хотелось обратить внимание на его книгу 2016 года «Клудж», названную по его программной статье, посвященной картине литературного процесса, начиная с 1999 года. «Клудж» от английского слова – это программистский жаргон, программа, которая теоретически не должна работать, но почему-то работает. Книга состоит из различных эссе последнего десятилетия, никак не связанных между собой, и поэтому читать ее можно с любого места. Единственным объединяющим началом этого сборника становится сам автор Лев Данилкин. Попеременно то Данилкин – путешественник, ярко и захватывающий, рассказывающий о различных уголках планеты. Гора Фудзи, Восточная Африка, Галапаготские острова. При этом он успевает зайти в гости к тамошним писателям в Перми к Алексею Иванову, в Шотландии – к Мишелю Фейберу, в Лондоне – к Джулиану Барнсу. То Данилкин вдруг становится отцом, рассказывающим о том, что впечатления странника зависят от его возраста. То Данилкин становится журналистом, профессионально интервьюирующим писателей Свечина, Барнса, Ильичевского и других. То Данилкин вдруг критики представляет читательской аудитории развернутое эссе о состоянии современной отечественной литературы. Пишет Данилкин хорошо, увлекательно. И пусть пишет о разном, может это и к лучшему. Итак, к лучшему Лев Данилкин. До новых встреч. Дай почитать.